...возникает очень серьезный вопрос. И на него есть несколько ответов. Есть две принципиальные модели. Первая модель, связанная с эпохой нового времени и с понятием реальность. Мы, в общем, привыкли считать в новое время, что символ обозначает какой-то элемент реальности. И говорить, ну, это может быть прямая реальность, такая простая, как какой-то предмет, а может быть реальность более сложная или даже нереальность определенная, но которая сформирована по этому принципу реальности. Как будто реальность дает нам абсолютное представление о том, что такое объективный мир, существующий вне нас, как бы в природе и от чьей бытии, безусловно. Если мы чуть-чуть копнем, как Витгенштейн в Голубой Детради правильно сказал, конечно, можно все свести к понятию знака и значения, но каково значение слово «значение»? В Голубой Детради, когда он переходил от раннего Витгенштейна к правильному Витгенштейну, к нашему Витгенштейну. Он всегда был наш Витгенштейн, но пусть не Витгенштейн, а совсем наш Витгенштейн. И вот когда он переходил от раннего такого панка Витгенштейна, друга Рассела и создателя, вдохновителя Карнаповского, Ружка Альянского, переходил к Витгенштейну языковых игр, он задался этим вопросом. Каково значение слово «значение»? Точно так же, да, не подумал, каково значение слова «реальность», какова реальность в слове «реальность»? И подверг его самому простому анализу. «Реальность» — это существительное образованное реальность латинская от прилагательного «realis», но прилагательность в свою очередь образована от другого существительного, от слова «res» в латинском. Ну, очень любопытно, что это слово «res», которое, в общем-то, должно, означает оно «вещь», и которое должно нам объяснить, ну вот это уж точно что-то понятное, «вещь», на самом деле ни в латинском языке, ни в русском языке, ни в немецком языке, ни в германских языках слово «вещь» никоим образом не означает существующий перед нами объективно независимый от нас объем. Напротив, «вещь» в латинском языке «res» означает некое дело. Вот, например, «республика», «публичное дело», «республика» — это название государства, «республика». «Рес» какая? «Публика», «публичное», «публичное дело». Ну, не публичное же «вещь», «государство». То есть, если мы будем на основании этого слова «употребления», слова «res», от которого образована реальность, реальность, будем говорить о том, что такое реальность, мы, на самом деле, попадем куда-то мимо совершенно, обозначаю, что это «республика», «государственное дело», никоим образом не дает нам что-то объективное, скорее, вводит нас в область социологии или политологии. То есть, определяя, пытаясь схватить понятие «res» как что-то уж очевидное, мы приходим в сферу договора, на самом деле. Теперь очень интересно, что с точки зрения, отсюда речь «посполитая», то же самое, это политическое название польского государства, то же самое «res», «речь». И если мы обратимся к аналогу немецкому «ding», «I'm ding», ну, в поисках, все-таки, где бы нам найти какую-то материальную вещь, то мы увидим, что «покатник» первое слово, этимологически восходит слово «denker», то есть думать. То есть «ding» — это вообще понятие, получается, мыслительное. А слово «вещь» русское, и она не дает нам искового результата, то есть остенсивное обращение какого-то вне нас существующего, внешнего мира, которое мы, надеемся, в этой фразе реальность все-таки отыскать. Мы вкладываем именно этот смысл, но в слова-то, какие мы вкладываем, очень бестолково соотносящиеся с тем, что мы хотим выразить. Слово «вещь» от слова «вертый». «Весть» — «вещь». «Вечья». «Вечья» — «тинг», «тинг», «денкен», это то, где нечто обсуждается. «Республика» — опять же, «вещь» — совершенно верно. Это «вечья» и это «весть». То есть люди обмениваются вестями, вещают на «вечья». Тоже пролет мы попадаем в сферу гнациологических, юридических, социологических конвенций, а никоим образом не туда, где, в общем-то, мы чувствовали бы себя уютно и тверно-твердой почвы. Эти социологические на «вечья» могут собраться хорошие вечеринки, а могут быть чудовищные, решать такого, принять такой консенсус, между собой от которого всем станет дурно. Понятно, что «вечья», «вечья» — «вечья» — «вечья». Могут плохие люди, разбойники, собраться на «вечья». И что они утвердят в своем социологическом сегменте «сонном пакте»? Мало не покажется. Да, теперь вот вопрос. Где мы встречаем слово «вечья»? Все-таки откуда оно взялось? Конечно, из «сколастики», реалисти. Взялась из «сколастики» и «рес» взялась из «сколастики». И взялись они из аристотелевского толкования от «сколастическими отцами» средневеково-католического процесса. И появляется слово «рес», от которого образуется реальность в трактатах «Аристотель», переведенного на «Латыни». Когда мы открываем греческий, мы, в общем-то, совершенно естественно, ожидаем найти там вот это значение слова «вещь» в том смысле «рес», от него реальность, от него нечто объективно существующее, вот то, с чем мы сталкиваемся сегодня. И что же происходит, когда мы начинаем те же соответствующие трактаты Аристотеля читать? Мы не находим там слово «вещь». Там иногда очень редко употребляется слово «прагма», что означает «дело» скорее, но не «дело» в действии, в «эрго», а скорее вот некая «забота», «прагма», какие-то определенные занятия, то есть совершенно не вещь в этом смысле. Ну а что же в конце концов, тогда мы начинаем уже сердиться? Что это за мистификация? Откуда эта вещь взялась? Какие точно соответствующие выражения в аристотельских трактатах есть по-гречески? Уже в сердцах спрашивают, кто нам это все подсунул-то? Мы смотрим, а видим, что словом «ре» или «рес» в латыни переводится самое разнообразное выражение греческого языка, аристотельского, например, «он», «тапонта», то есть «сущее». Да, это еще дизайн для Хайбекерса. «Он», «сущее», прилагательное от «эйна», причастие от «эйна», «сущее». «Тапола» многие, «тапанта» все. И дальше латиняне добавляют «тотиус рэс», а греки просто «тапанта». То есть вот это «рес» в аристотельском значении «заинде», то он, антическом значении, привнесено в наш язык совершенно нерефлективно. На самом деле мы оперируем с социологическими, юридическими понятиями, говоря о реальности. Реальность – это концепт, означающий социологический концепт. Вот, не более того. Концепт. Философский концепт, означающий облюдные грани социологического концепта. Но обозначаем мы это нечто очевидное, существующее перед нами, вне нас, и самостоятельное, и самодостаточное. А вот такого нет ни у Аристотеля, потому что он, в случае, у Аристотеля имеет совершенно сложный очень характер. И для того, чтобы опыт вещей, опыт сущего, вернее, у Аристотеля постичь, и к нему приблизиться, сразу Аристотелю вводят сложную топику. Морфея, их соотношения, их пересечения. То есть, никакой такой очевидный «он сущего» Аристотель не предполагает. Он видит «вещь» или, скорее говоря, «он сущая» как пересечение формы и материи. Это сложнейшая гноциологическая операция. И без одной другой не бывает. Ну, разве так мы понимаем реальность? Разве, когда говорим, вот этот телефон реален, а вот iPad, который у меня нет, нереален, неужели мы имеем в виду два модуса пересечения формы Аристотельской морфы и хюле материи. Это, кстати, оба понятия, очень сложные формы материи. Но уж понятие «он-то-он-то», «сущая» никак не проще, чем эти пересечения. Соответственно, явно не аристотельский и оказывается, что мы фундаментально все заблуждаемся, представляя, что символизм, в том числе и актер, изображает реальность. Реальность вот в этом идиотском и совершенно неправильном понимании, в котором мы его употребляем в бытовой речи. Иными словами, когда мы произносим слово «реальность», мы несем чепуху. Раз, мы имеем в виду чепуху. Два, и в-третьих, мы показываем, что мы из деревни. Вот из деревни приехали, и туда, и нам надо опять с этой реальности назад и отправляться. Никогда в культуре, никогда в философии, никогда в искусстве, никогда вообще в сфере каких бы то ни было микроскопических мыслительных поползновений нельзя легко относиться к слову «реальность». Слово и с концептом «реальность». Это концепт чрезвычайно сложный. И, кстати, у Гегеля, интересного вам феномиологии абсолютного, феномиологии духа, есть представление о том, как рождается объект, ну, смутно, грубо, то, что мы называем «реальность». Он рождается вместе с объектом в момент осмысления процесса мужчины. То есть, на самом деле, по Гегелю объект не дал нам вообще никак, вот в неком прямом антическом опыте, а есть результат сложнейшей операции, когда мышление начинает мыслить о самом себе и на двух концах конституирует субъект и объект через осмысление самого себя. Это по Гегелю это вот что такое объект. Он, по сути дела, неразрывно связан не только с субъектом, но еще и с мышлением о самом процессе мышления. Об этом замечательная в Хольцвеге у Хайдеггера в феномене о концепции опыта РФА у Гегеля прекрасная идеальная статья в Хольцвеге все время и на дуле. Где он очень подробно задумывается Гегель относительно Хайдегера относительно значения абсолютного или относительно генетива по заголовке фенологии абсолютного духа называется это опыт науки духа. И вот это опыт либо науки о духе, либо опыт науки, который принадлежит духу. В зависимости от того, ну, причем это двойной генетив, двойной родительной поддержки, смысл самого труда Гегеля, базового труда Гегеля и искреннец. Такие вещи чрезвычайно важно очень внимательно осмыслить. Поэтому вообще мы можем прочесть эту книгу двумя способами. Либо первым, двухсторием, либо относительным, либо абсолютным генетивом. В зависимости от того, к чему приложим эту генетивную конструкцию родительного падежа. Но я все это говорю к тому, что символ никогда не обозначает реальность в банальном расхожем понимании. Просто потому, что реалисти никакой нет. Реальность это сложнейший философский концепт. Очень сложный. И не нашего ума дело, что такое реальность. Это вот для докторов наук, и не советской школы, для западных ПХД, они могут сказать слово реальность. Когда вот все то, о чем мы говорим, продумают, прочитают, проанализируют. Для нас эти вещи совершенно запредельны, закрыты. и никакого внешнего мира лучше считать, что его просто нет. Никакого внешнего мира, потому что обосновается, что они отдельно от нас внешнего мира. Для этого необходимо проделать такие сложные философские операции, которые просто практически невозможно. Да, с холастом может быть. Но вот этот популярный концепт реальности стал распространенный и создал у нас операции. И мы поэтому говорим, что знак обозначает, что знак имеет значение в реальном мире. знак имеет значение. Но только отнюдь не в реальность. То есть сама реальность здесь не что-либо как концепт. Один из других концептов. И для того, чтобы не заходить в эти очень сложные философские бездны, потому что все не могут быть философами, ну а мысли-то как-то надо, существует некая спасительная теория иммажинера, которая говорит, друзья, мы не будем задаваться таким большими сложностями, мы избавим вас от необходимости такой сложной философской нагрузки. Вы, скорее всего, не справитесь и мы вас пощадим. И вот теория иммажинера, теория воображения на самом деле спасает нас от тех операций, которые наше сознание, если мы не Деггер или Хайбегер, а скорее всего, мы не Деггер или Хайбегер, то мы можем и не делать эту операцию. Мы должны только понять одно, что все воображаем. Кто это сказал? Это сказал Литер, если вы помните, у Иферна на Досинина, путешествие на край ночи, у него есть два великолепных предисловия французского, не знаю, не знаю, если они в переводе из Атриалии. Первое, это замечательное «Notre Vietum Voyage», «Tan le vera d'an l'hui», «Notre Passage», «Dan le sielu l'an l'hui», песня швейцарской «Гвардии», совершенно гениально, что это была за «Гвардией», мы говорили, которая распевала такие песни. «Наша жизнь это путешествие в зиме и в ночи, мы ищем наш путь в небе, где ничего не светит». И подписана песня швейцарской «Гвардии». Вы же представляете себе таких «Гвардейцев», которые маршируют под черным небом, на котором ничего не светит. Неплохие «Гвардейцы». А дальше второй эпиграф, который приводит Севин, он приводит просто свои собственные соображения «Все вещи», «Ваяжися бьем ти», говорит он, «Сафетра ваильима жена сьем». «Путешествие» это очень полезно, это предисловие к «Ваяжу Будем на них», «Путешествие на край ночи». «Путешествие» это очень полезно, это заставляет работать воображением. Ключевое слово произнесло, произнесемое воображение. Все вещи, все города, все люди, все встречи, все существа, все воображения, и дальше он приводит такую замечательную фразу, атрибуцию цитаты Севин. «Литре людей кинес от ром жаме». Мне чрезвычайно нравилось в самом форме. «Литре людей» это сказал «Литре», известный энциклопедист, составитель энциклопедий классовских и словарей «Литре» наиболее известный. «Кинес от ром жаме». Это сказал «Литре», который никогда не ошибается. Вот и все. И я считаю, что это и есть блестящее и окончательное введение в наш лагерь, с которого мы собственно говоря начинаем дальнейшее изложение. Итак, есть такие слова, которые инкриминируются Гитлером. Похоже, это апокриф. Якобы Гитлер сказал такую фразу «Бросьте эту химеру совести, фюрер думает за вас». Не знаю, так или нет, я никогда не встречал. Женя говорит мне еще более интересную фразу Гитлеру приписывал. Однажды он выступал перед огромным стечением народа ночью при фактах и сказал такую фразу «А теперь я беру ночь и кидаю ее в небо». Еще более круто, не знаю, была или нет, но это тоже не важно. Так вот, это пролог к чему? К тому, что забудьте эту глупость реальности не существует. Просто ее нет. Если она и есть как концепт, то не про нашу честь. Просто. А для обычных честных русских ребят и девушек реальности точно нет. И не русских тоже. А что есть не существует? А теперь мы обращаемся к Литре. Литре сказал, что все воображаем. И путешествие заставляет работать воображением. Соответственно, существует воображение. Существует воображающее, воображаемое. Существует процесс воображения. И вот эта цепочка действительно есть. Потому что что-то должно быть. Нельзя же сказать, что все ничто. Ничто это то же самое, что объект. Это так же трудно и колоссовски. Обосновать ничто это колоссовская категория. Очень фундаментальная обоснованная. И если мы думаем, что в ничто так легко прорваться, мы ошибаемся. Ничто это высший горизонт локуса, высший горизонт философии. Это концепт, сопоставимый с концептом реальности, концептом Бога, концептом бытия. Очень сложная вещь. Поэтому, конечно, есть что-то. И вот это что-то это воображение. И вот здесь как раз Литер так и сказал. Все воображаемо. Вещи, люди, места, встречи, ситуации. Все воображаемо. А Жильбер Дюран, которому мы обязаны все практически, не знаю, чем мы ему только не обязаны, он решил создать на основании этой констатации относительно того, что то, что существует, это воображение, и все что существует исключительно представляет собой поле воображения Ле Шамдуле Маженер, он будет такой концепт и Маженер. Вернее, это в общем французское прилагательное одно из нескольких, которое у нас просто отсутствует в языке. Но у нас и образ по-другому построен, слово. Образ это обрез. Мы говорили в одном из семинаров по кантору, что это нечто, что выхватывает часть. А вот имяга не предполагает такой обрезанности. Имяга это скорее некая фиксация сознания на пятне латинской понятии, откуда по-слову имаженер, имаж, имадж. И вот на самом деле в слове имяга нет этого обрезания, поэтому другая структура семантическое образование прилагательных, причастий, самого значения смысла глагола имажене воображаться имагинарой латинской. Так вот, имажене это прилагательное от имаженара, имажене французское, которое означает, можно сказать, так, имеющие отношение к воображению, но не уточняющее, какое отношение к воображению. То ли активное, то ли это, то ли тот, кто воображает, то ли то, что воображает имажене. Или имаженам, тот, или имаженам, если речь идет о персоне женского рода, как воображающий, либо это воображаемый иммажин, то, что тот и вообразил, либо это процесс герунгий, ан иммажинам, например, то есть иммажиносьем, то ли это свойство воображать, иммажиносьем, воображение. Вот это все одновременно, без уточнений, связано в понятии иммажинам. Мы переводим это по-разному. То воображение, то воображаемое, то даже воображающее, или процесс воображения, это не важно. Нам надо передать семантическое поле. Нужно использовать просто термин иммажинер. Иммажинер это то, что есть. Так вот, до того, как мы еще пустились в философию, до того, как мы поняли, что такое бытие, ничто, Бог, абсолютный дух, диалетическое движение, сознание направленного, несчастного сознания гегеринского, до всех этих очень сложных и таких комплексных громоздких операций, нам дано, то, что нам дано, нам дано поле иммажинера. Вот в этом поле иммажинера и разворачивается символизм. Символ, безусловно, на что-то указывает. Символ, безусловно, к чему-то нас отсылает. Когда мы играем Гамлета, мы совершенно ясно стремимся воплотить в себе Гамлета. Мы указываем на Гамлета, мы призываем Гамлета, мы осуществляем эвакацию Гамлета. В конечном итоге при этом мы даем Гамлету возможность войти, коммуницировать со зрителями, коммуницировать с другими актерами. И одновременно мы творим Гамлету. Потому что то, что мы изображаем, вот то, что мы через наше воображение и пробуждая воображение других, играя в поле воображения Гамлета, Принца Датского осуществляем, это, конечно, символизм. Это символическое действие в поле воображения. Другое дело, что если мы очень строго скажем, да кто же, черт побери, такой Гамлет? Каков его антологический статус? Где он находится? Кто это? Есть ли он? Вот тут воображение и социология воображения, и актерское мастерство говорят, стоп, такие вопросы задавать нельзя. Мы пускаем в мир Гамлета. И давайте вслушаемся, как звучит его имя. Давайте посмотрим, как он соотносится с другими персонажами этой пьесы. Давайте, в конце концов, настроимся на волну Гамлета и попытаемся ее отобразить. И если мы будем слишком долго насдаивать, ну кто же такой Гамлет, нас просто выгонят из трупа. Символизм и воображение советуют нам оставить эту химеру совести. Режиссер думает за вас, Шекспир думает за вас, Шильпер Дюран думает за вас. На самом деле нету Гамлета, такого, который был бы один для всех. Каждый раз, играя Гамлета, этот Гамлет оживает заново, создается заново. Есть ли один и тот же или другой Гамлет? Мы этого не знаем. Одно или то же прочтение, один и тот же актер. Все время все разное. И вот это единство Гамлета обеспечивается не донататом Гамлета, то есть означаемым, а донатантом, то есть знаком, то есть актером, режиссером и театральной игрой. В этом отношении театр имеет абсолютно сакральные корни. Об этом говорил не только, естественно, Арто, но сама история покажет, что театр возник из местей. Театр есть не что иное, как упрощенное, профонизированное продолжение культа. Что происходит? Отсюда маски. Маски. Интересно, что обладание масками масками – это свойство любой культуры. В любой культуре есть маски. Когда теряются маски, теряется культура. И вот, кстати, в русской культуре, когда начались гонения на скомароках, которые были носители харь, что самое главное в жизни – это харь. Харь в русском языке – это такие были изображения козлов, ослов, разных таких чудищ, которые носили на святках. Это были русские маски, очень фундаментальные, очень древние, которые выражали суть тех мистерий, которые перекочевали еще с древних незапамятных времен. Поэтому театр – это, конечно, маска. Когда от масок в театре отказались, лицо актера превратилось в маску. Сам актер стал маской. И интересно, что еще в возрождении, в позднее возрождение, актерам выбривали специфическую часть затылка, для того, чтобы их можно было сразу отличить. Такие клеймы ставили цыганам, евреям, прокаженным, проституткам и актерам. К ним считалось недозволительно подходить, их надо было обходить на влётном расстоянии, потому что, в отличие, кстати, от актеров древних театров, которые носили маски, потому что актерское лицо, фигура человеческая была превращена, по сути дела, в теоретически оживляемых от жилённых статусов. И, конечно, это предполагало, что актер – существо совершенно другое, типа Терафима библейского, который служит для оживления вот этих вот тонких влияний. Каких влияний? Это самое интересное, символических. Театр, таким образом, театр есть поле для того, чтобы воображение смогло явить себя, обнаружить себя и войти во переприкосновение с другими частями самого себя. Воображение – это единое поле. Воображение зрителей, воображение актеров, воображение режиссёров, воображение пьесы и действия, а потом сочетание темпоральных и специальных элементов, потому что всё это вписано пространство, театральное пространство, которое на самом деле изначально, как любое сакральное пространство, ограничено. Очень важно, что даже если мы берём самые примитивные представления о пьесах и постановках среди простейших театров, балаганчиков или пьес, разыгрываемых с комаровками, первое дело, что делают приехавшие, скажем, клоуны, шуты или скоморохи, они ограничивают, обрисовывают, обводят то пространство, где будет происходить это представление. Поэтому театральная сцена отделена от зала, как сакральная от пропанного. Это форма священно-действия. Обратите внимание, мы знаем, если наверняка все вы были в церквях, вы видите, видели наверняка, что чуть-чуть поднят престол и алтарёк всегда выше находится, чем тот уровень, на котором находятся люди обычные. Точно так же устроена сцена. Поэтому пространство сцены, пространство сакральное. Это пространство иммажинера. Но к этому иммажинеру принадлежит и публика. Публика тоже является частью, соучастниками этой драмы, поскольку они, приходя в театр, переступая черту, которая отделяет помещение театра от помещения буфета. Кстати, в советский период десертализация достигла того, что люди считали, что буфет является главной частью. Театр там давали такие бутерброды с колбасой и буратино, которые, в общем, для многих советских людей, по сути дела, суть театра представляли. Многие так и оставались. Прикатили тихонечко бачком, бачком сразу в буфет. Вот здесь, на грани между буфетом и театром, начинается грань, граница проходит между профанным и сакральным. Попадая в театр, человек попадал в поле иммажинера. Теперь, соответственно, театральное искусство есть не что иное, как способность развоплотить иммажинера, допустить иммажинера в себя, войти в иммажинер, двигаться в поле воображения. Совершенно не важно, какую пьесу мы разыгрываем. Абсолютно не важно, каков ее сюжет. Важно другое. Важно то, что мы в процессе театрального действия покидаем сферу привычного деления одно и другое, сказка и ложь, мечта, сон и бодрствование, и попадаем в область, где еще нет этого принципиального разделения. То есть мы, приходя в театр, возвращаемся к самим себе. Мы возвращаемся к тому, что и делает человек и человеком. Человек и человеком делает только воображение. Человек – это воображающее и воображаемое существо. Если человека кто-то не будет воображать, то этот человек исчезнет. Берем социологический пример. Стоит человек в традиционном обществе совершить определенные проступки, нарушить определенные сакральные установки, и остальные перестают его воображать. То есть наделять его воображаемыми статусами, причислять к роду, видеть его в конечном удобе. И когда человек оказывается совершенно невидимым другим людям, когда его остальные не воображают, он и сам перестает воображать самого себя, потому что человек не может жить в воображении индивидуальном, воображении всегда транс-индивидуальном. Воображение – это тоже очень важно. Оно практически никому не принадлежит, так же, как поэзии. Воображение – это дело всех. Все существуют как определенные конденсации воображения. Воображение разлито ровным слоем по человеческому обществу, по человеческому коллективу. Мы воображаем друг друга, и поэтому нас воображают другие. Это единый процесс воображения. Так стоит только утратить этот воображаемый статус. Если нас перестанут воображать, мы исчезнем. Потому что мы забудем, как нас зовут, потому что наш жизнь воображаема. И мы его сами воображаем. Мы считаем, что нас зовут Сережа, например. И другие считают. И поэтому Сережа и есть Сережа. Он сам думает, что он Сережа. Другие думают, что он Сережа. Вот он и есть Сережа. А если другие забудут, перестанут об этом думать, он и сам начнет чесаться и думать, а кто я? Вроде в зеркале есть, а колма и имя. И так далее. Человек, утрачивая строго контакта с воображением вам, самогенером, он утрачивает все. Потому что он выпадает из этого поля. А когда он приходит в театр и когда он играет в театре, а это очень близкие вещи, он попадает в центр самого себя. И он забывает, кто открыв рот, он не просто следит за пьесой. Ну разве мы так смотрим интересный спектакль, что вот сейчас там актер Немковский подойдет к актеру Лазарь. Вот сейчас вот ему скажет, конечно нет. Мы поддаемся на развитие пьесы, следим за Дом Кихотом, потом мы уже просто забываем, что речь идет о Дом Кихоте. Мы просто следим за каким-то архетипом, который проходит по сцене, который движется, который вызывает у нас бурю ассоциаций. В конечном итоге мы просто поглощенно включаемся в этот процесс, предоставляя актерам и режиссерам очень важную вещь, часть нашего поля воображения. Таким образом мы подпитываем актера, а актера будет у нас архетипом. В конечном итоге, если спектакль удачный, то все это вместе вырастает в единый, нерасчлененный процесс. Называется успешная пьеса, после которой зал не может прекратить хлопать в ладоши. Это кого-то обогащает театр? Нет. Кто-то что-то узнает из театра? Абсолютно нет. Кто-то становится более честным, более благородным, более справедливым, как он не замечен. Но важность театра именно в том, что мы возвращаемся к нашей сути. И эта суть намного фундаментальнее, чем наши внешние качества. Так вот, есть такие авторы, которые это поле воображения научным образом рассмотрели. Соответственно, если мы начнем с первого главного принципа, что существует только поле воображения, театр является наиболее концентрированной зоной этого сакрального поля воображения, то, соответственно, можно сделать следующий шаг и спросить, как устроено это поле, что о нем мы можем сказать. И здесь, как ни странно, совершенно действуют неапопатические законы, мол, неизвестно как. Да нет, очень известно как. И есть разные методики, есть разные школы, разные социологические, философские, психологические направления, которые наше воображение, вот это поле воображения описывает. И вот давайте мы сразу перейдем к тому, как описывает поле воображения Жильберг Дюран. Есть множество версий описания воображения, их можно поделить на две части. Одни неинтересные, это такие, которые восходят к линии Платон сакр, от Платона к сакр, представляют, что воображение лежит между субъектом и объектом. Это скучно. То, что лежит, опять же вопрос такой, здесь нет должен, философское обоснование субъекта, философское обоснование объекта, какое-то выделение промежутка, вот теория фантазии Платона, нам совершенно не годится. И все, что имеет отношение к теории фантазии Платона, что фантазия, как Платон раздвигает фантазию и фантазию, правильно переданный образ и правильно переданный образ. И на этом основании, при самых разнообразных отходах, выстроена одна из традиционных версий воображения. Вот эта версия воображения, которая предоставляет, приписывает воображение статус промежуточный между субъектом и объектом реальности некое значение, передаточного такого чисто гнозиологического фактора, это неверная модель истолкования воображения. Все, что связано с этим, нас не интересует, потому что это для очень умных и скучных людей такая теория. Нас интересует другая. Теория воображения, которая была у неоплатоников, теория воображения, которая была у мистика, теория воображения, которая была у гностиков, и которая, в общем-то, так или иначе восходит в 20 веке к психоанализу Юнга, к рационализму магическому Башляра и, в конечном итоге, к Жильберу Дюрану, который представляет собой квинтэссенцию этой традиции. То есть за Дюраном стоит альтернативная традиция толкования воображения как самостоятельного поля. Не просто промежуточного между одним другим, а первичного. Топс он вводит для того, чтобы его обосновать на основании русской физиологической школы Ленинградской, школы Кухтонского и Вехтерева. Он вводит понятие антропологического проекта. Это очень важное понятие, мы об этом много говорили на семинарах наших. Троект это то, что находится между объектом и субъектом, но является не результирующим или промежуточным элементом, а первичным элементом. Философская топика, с которой мы начали, которую мы методично опровергаем, осмеиваем или просто отставляем в сторону, утверждает, что существует субъект и объект когда-нибудь. Кто-то начинает, как фихты, например, субъект, кто-то субъект, кто-то пытается их примирить, но они между собой всегда в этой философской топике представляют собой безусловные и взаимосвязанные реализы. А вот Дюран говорит, это сложно, давайте мы зайдем с другой стороны, давайте мы скажем, что начнут троект. Троект, трансект, объект, это перед нами брошенные по-латыни Янцера бросать, екту, парапассивные причастия, субъект, подлежащий под брошенный, какой подброс и предброс субъект и объект, что-то они между собой, это они считаются в голосове реальными. А Дюран говорит, нет, существует троект, существует транс-ект, тот, кто брошенный между. Между чем? Между приблизительно внутренним и внешним. И вот он-то и есть поле воображения, он и есть имажене, он и есть главный пункт. И вот этот антропологический троект, это еще не индивидуум, не человек, это еще никто, это квинтэссенция или концентрат воображения, вокруг которого развертывается поле воображения. Но этот троект, это не отдельный индивидуум и не коллектив, и отдельный индивидуум и коллектив, есть не что я, но я как различные формы троекта. Индивидуальная индивидуация троекта или коллективизация троекта. По сути он совершенно Если мы говорим о коллективном проекте, мы говорим о культуре, если мы говорим об индивидуальном проекте, мы говорим о человеке. Но что такое человек без культуры? Это просто никто. Это феральное недоразумение. Причем, на самом деле, животное, когда мы говорим, дикарь, дикий зверь, феральный человек, животное, звери, на самом деле мы слишком опускаем зверей. Звери – это прекрасные люди. А вот и люди, которые олюблены культурой, это даже не звери, это гораздо худше просто, это ничто. И ничто, это даже трудно сказать, это вот близкое к ничто что-то. Вот сейчас еще хуже, потому что ничто – это слишком живо. Таким образом, человек, индивиду, без культуры пусто. Но человека, человеком делает причастность к проекту, и культура делает причастность к проекту. Не всегда культура, как коллективный проект, полностью совпадает с индивидуальным проектом. Но то, что они друг на друга активно влияют, в первую очередь, конечно, большое на малое. То есть большой культурный проект на малый культурный проект индивидуум. Это очевидно, мы это смотрим дюргейма, потому что в данном случае можно отождествить с этим коллективным проектом все общество, социум. Собственно, есть коллективный большой проект, а малый проект индивидуум. И кто из кого создан, вопрос открытый между дюргеймом и выбором, или школой в соответствующем социологии, ведется спор. Нас это сейчас не интересует. Нас интересует другая, что существует трайвинг, как носитель структуры воображения. И дальше. Поле воображения, таким образом, само по себе конституирует субъект и объект на двух концах. То есть, опять вопрос. Кого играет актер, играющий Гамлета? На самом деле, в тот момент, когда он начинает играть Гамлета, происходит реализация и опыт троектов. Почему? Потому что актер перестает быть Ваней, играющий Гамлета. Но он не становится еще и Гамлетом, потому что Гамлета никакого нет. И есть не Ваня, играющий Гамлета. Это очень плохой актер. Ваня, играющий Гамлета. Когда мы помним, что это Ваня, когда видим, что он тужится сыграть Гамлета, это безобразный актер, безобразный театр. Кошмар. Вот, когда начинается театр, когда мы забываем, что перед нами Ваня, и забываем, кто такой Гамлет, а просто открыв рот, смотрим на то, что происходит. Когда нет ни Вани, ни Гамлета. А есть нечто, вот здесь мистерия троектов. Между Ваней и Гамлетом нащупывается то поле, когда Ваня полностью вышел из самого себя. У него больше не осталось ничего, я не делаю. Он совершил рывок в каком-то смутно очерченном направлении. Вот это он отправился в сторону Гамлета. Почему Евгений Алексеевич Головин так деликатно и вежливо называл свои книги и тексты «Приближение к Снежной Королеве»? Вот, если бы не Головин, а какой-то Хамло, известный нам, написал в полноучную книгу, он сразу писал в Акне «О Снежной Королеве». Или там эссе, мое эссе какое-то, петь о Снежной Королеве. Или еще там «Я и Снежная Королеве». Это у таких вот друзей по-моему, особенно в Украине. Они только так, по-моему, и пишут. И, соответственно, Головин говорит, приближение к Снежной Королеве. Он мог бы сказать о Снежной Королеве, я думаю, больше, чем кто бы то ни был. И он понимает, что это будет слишком дерзко. Он максимум, на что он может рассчитывать, на приближение. Он говорит, другую статью он называет «в сторону созвездия Лира». Там, опять же, известные люди написали. А, созвездия Лира, ну это астрология, это понятно, это там влияние Нептуна на Плутона. Это все, конечно, ясно. Головин деликатный, мягкий говорит «в сторону созвездия Лира». То есть, когда кто-то пытается сыграть Гамлета, это будет полный дебил. Потому что Гамлета не было, Гамлета не существует. Можно только попытаться пойти, направиться в сторону Гамлета. Можно попытаться обозначить вектор в сторону Гамлета. И, конечно, человек, будучи правильным актером, или выбор правильный путь, будучи деликатным человеком, может поставить перед собой задачу преодолеть самого себя в сторону Гамлета. И решить эту задачу. Гамлетом он не станет. Но самое главное, он Петий перестанет быть. Вот этим омерзительным Петий. На самом деле, он хорош, вы можете видеть другого берега. Так тоже вот, жажда иного берега, его свела с ума песня Головина. А у него истерика. Скоро кричит «тюрьма», жажда иного берега, его свела с ума. Может быть, другого берега, берега Гамлета, актер не достигнет. Великий актер, может быть, и достигнет. Потому что он тем самым конституирует, то есть создаст на том конце этого Гамлета. Но, скорее всего, не достигнет. Ладно. Но если он перестанет быть самим собой, если он сможет стереть свою малую индивидуальность во сторону Гамлета, в направлении Гамлета, вот это уже будет весомый результат актерского мастерства. Хорошие режиссуры, хорошие пьесы. Хорошие сцены, хорошие атмосферы. Вот это уже будет много. Гамлетом, пожалуй, можешь ты не стать. Но Петей ты обязан перестать быть. Вот такая формула, на самом деле, может быть, взята в качестве театральной музыки. И, значит, теперь, соответственно, задача актера, участвующего в поле воображения, это дать этому полю, этому проекту, в сторону своего персонажа, в сторону своего персонажа реализоваться. Конечно, неплохо знать что-то о персоналах надо, пьесу надо знать, понимать замысел режиссера желательно. Все эти подготовительные, пропедевтические процедуры необходимо пройти. Но что происходит, когда человек начинает играть? А вот это самое главное. Вот здесь он должен сделать что-то большее. Он должен, по сути дела, убраться. В конечном итоге умереть. Он должен позволить разыграть, пропустить сквозь себя то, для чего он находится на сцене. Дать этим энергиям выпростаться. Каким энергиям? Каким сущностям проявиться? Кого он хочет призвать? Он не знает. Если бы он знал, он уже там был бы совсем в других местах. Он не знает. И он поэтому открывает себя самому действием. И довольствуется этим действием. И если получается удачно, значит, результат, какой-то результат достигнут. Какой результат, на самом деле? Результат освобождения воображения. Я думаю, что единственная цель начала Альфа-Омега-театра, это освобождение сути антропологического проекта для ее самой. То есть человек принимает участие в театре во имя театра. У театра нет никакой другой цели, кроме как быть. Это мистерия, которая оправдывает и завершает, и обосновывает саму себя. Человек сталкивается через театральную постановку с самим собой, со своей собственной сущностью, со своей троектностью, и освобождает воображение, позволяет на определенное сакральное время, сакральное время, когда идет пьеса, вот этому полю воображения быть самим собой и не быть другим. По сути дела, на этом основана сотереология театра. Театр как спасение, театр как просвещение, элампсис, как катарсис, элампсис, и дальше уже, на самом деле, на высшем уровне, дианоним, все три неоплатонические здания. То есть у театра есть инициатическое значение, которое связано с возвращением воображения самому себе. И если это происходит, это производит короткое замыкание, или нуменозный пол. Теперь о структуре воображения. Вот это основное введение, поскольку мы занимаемся театром, мы по смотернистскому ключу не знаем ни дядю Ваню, ни Вишневый сад, то есть ни Отелло, ни Венецианский Мавр. То есть мы как бы откладываем, это был спор интересный, у Элиаде с Эволой, когда Эвола написал Элиаде письмо, ты что вдруг вот с этой, с наукой, с учеными, с этими балбесами, с антропологами имеешь дело, пиши сразу, там, инициация, современный мир дерьмо должен быть уничтожен, конец кальюги, там, всех сожжем. А на что ему ответил Элиаде такое письмо, что это, конечно, правильно, но я, говорит, считаю, все это верно, там, дорогой Юлиус, страшное все, кошмар, там, я уже сам не знаю, как там дальше жить. Но он пишет, все-таки, говорит, в следующий золотой век надо взять не только 30-страничную брошюру Генона и эзотеризм Данте, но всю божественную каменью. И вот в разные, в разные моменты моей жизни я по-разному буду думать, кто прав. А человек думал, что Эвола, правда, это вот Данте, черт, достаточно эзотеризм Данте, 30-страничный, Генона, и хватит ли 60-страничный, еще читать это, особенно про рай, это скука, просто, ну, про ничего, ну, про рай, решить невозможно, если там, протестю, еще чуть-чуть, только в начале, ничего. В общем, на самом деле, а потом подумал, в общем, я, говорит, тоже прав. Да, это уже когда стал профессором, я в тройляд, это уже решил его так внутренне оправдать, может быть, и сконформентно. Но, во всяком случае, что касается нашего театра, мы решили поступить, как и у Бога. Да, ну, это всю культуру чертовой матери, театр – вещь сакральная, театр – вещь жертвенная, театр говорит только о смерти и о том, что происходит, когда заканчивается эта чепуха, называемая миром или иллюзией. Поэтому будем сразу делать эстетологический КВН. То есть, без всякого додевания, все это пусть там непосредственно. Берем, что есть, что нас может интересовать. Нас может интересовать собственная смерть. Все остальное современных людей вообще не интересует. Тут уже остатка чертова. Что интересует человечество? Смерть всего человечества. Потому что на грани человечества, если кто-то умирает в Ираке, в Инстаграме кого-то грохывает, в Ливии, ну и что? Кстати, на третий день, интересно, в Фейсбуке, на третий день после истории с ядерной инстанцией в Кусиме, кто-то из фронтов американских, он написал, первый день интересно, второй ничего, но на третий день мне про Фукусиму надоело, давайте вторжение на планетя, на Нью-Йорк уже. Валерно. Действительно, там день Фукусима, два, на третий то же самое, там еще два этих стержня радиоактивных расплавилось, там еще миллион рыб вздохло, или сто японцев. Что по-настоящему затрагивает человечество? Его конец. Конец цивилизации, конец света, смерть и конец света. Вот что нас интересует. Поэтому мы решили свести театр именно к этой простой формуле. То есть смерть и ее аспекты. Конец и все. И решили рассмотреть это в разных версиях по нашим трем трупам. Таким образом, у нас есть принципиальные две задачи. Мы берем самый короткий путь, это то, что в алхимии называется сухим путем. Мы берем сразу, обминуем всю культуру, берем безотерезный танк и говорим, вот эту книжечку мою надо доставить в золотой век. А все остальное пусть горит вместе с Александрийской библиотекой, вместе с суперкомпьютером. Все. Это нас не волнует. Берем Генона, Револьта Контрремонта Модерной Эболой и в Золотой Век. А этот мусор все. Точно так же мы говорим. Все. Нас не интересует театр как таковой. Нас интересует самое главное. То, чему театр служит в качестве, на самом деле, инструмента. Это сакральное. И не просто сакральное, а сакральное, обзведенное к самому последнему корну. Сакральное, которое сопрягается со смертью и концом. Концом всего и с нашей собственной смертью. И мы об этом будем думать в лагере. Мы будем узнавать, что такое наша собственная смерть и что такое смерть человечества. И будем пытаться эти энергии и эти аспекты, эти архетипы воображения, воображаемого через себя, манифестировать. То есть вернуть смысл конца времен и смысл смерти, самой смерти и самому концу времени. То есть мы ставим перед собой задачу дать возможность сконцентрироваться воображению не нам, организаторам или участникам, а самому воображению, самому этому полю воображения, сконцентрироваться на самых полевых и самых радикальных точках, вокруг которого это воображение и раскрыт. Это вот я ввожу вас в курс дела, для чего мы собрались. Поэтому постановка тех пьес, которых мы планируем, они, все эти постановки связаны с целью. Это эскатологическая проблематика. И, соответственно, кроме этой теоретической или абстрактной интеллектуальной цели, есть практическая сторона. То есть мы должны мыслить, концентрироваться и воплощать одновременно. Поэтому мы решили совместить не просто семинары отдельные, когда человек с одной стороны стола что-то говорит, а остальные либо слушают, либо спят, либо пускают самолетики. То есть живут полноценные жизни, не имеющие отношения к смыслу произведенных слов никакого. А мы решили всех просто премудительно заставить мыслить. Заставить мыслить в процессе игры, в процессе изучения ролей, в процессе просто хотим мы или не хотим, чтобы все были внутри. Внутри этого священного поля театра, где и должны реализовываться сны мира. Сны мира, потому что высшим сновидением в мире является сон мира о своем собственном конце. Наиболее напряженным. Все остальные приюты. в конечном итоге. Теперь перехожу к второй части. Более технической. Теория Джемпера Тюрана о том, как устроена воображение. Мы можем здесь как раз найти некоторый аналог в философской картине Платона. Имеет Платона, который выделяет три мира. Мир образцов, мир копий и мир пространства. Или хоры, Великой Матери. Три мира, которые между собой находятся в сопочиненном положении. Сверху мир образцов, мир идей. Снизу мир кормилицы, Великой Матери. И между ними мир копий. Роже Бастит, известный французский социолог, исследовавший кандомблен структуру синкретической религии бразильских негров, аналог, бразильский аналог Вуду, он исследовал такое, вернее, нарушил структуру этих синкретических мифов бразильских негров в следующие особенности, что эти мифы могут быть проанализированы, исходя из трех логик. Бастит говорил о существе трех логик. Логика разрыва, логика связи и логика аналогии. И вот такое тройственное деление, можно вспомнить учения о гунах в индуизме, гуна-сатва, световая гуда-раджас, красная, огненная, горизонтальная гуна, тамос, гуна-тьмы, тянущая вниз. Вот эти учения о гунах, то есть различного рода представления о трех режимах субстанции или организации. Лупаско, физик и математик, учил о трех материях тоже аналогично. Так вот, Жильберт Дюран выдал гипотезу, обобщающуюся эти модели. Платона, Бастида, Лупаско, физико-философско-психологические и предложил следующую тройственную модель. Что с точки зрения Жильберга Дюрана, подробнее об этом в моей книге «Социология и воображение» и в курсах, которые есть в интернете, наверняка вы что-то смотрели, может быть, читали, поэтому я вообще очень кратко говорю, все подробное это и есть. Он выделял следующие три модели функционирования оптима-женера. Можно сказать, что это два режима и три группы архетипов. Два режима, дневной и ночной, внутри ночного режима выделяются две группы. Мифы и архетипы и символы мистического ноктюрной процедуры и драматического ноктюрного. Что это такое? Ноктюр, ночной, диур, дневной. Это так называемые формы работы воображения. Три формы работы воображения. Они связаны как раз с теми же самыми другими тройственностями, о которых я уже говорил. По Дюрану воображение может работать в одном из этих трех режимов. В принципе, воображение содержит в себе все три этих режима потенциально. Но когда воображение начинает развертываться, когда оно начинает вибрировать, когда оно начинает включаться, когда оно интенсивно порождает воображаемый мир, то есть тот мир, который мы называем реальностью, вот тогда, как правило, воображение делает выборку из этих режимов и работает чаще всего только в одном из них. На самом деле, это как бы три растения, уходящие корнями к одному и тому же началу. Три дерева, которые растут из единого корня, но если в самом корне воображением они едины, в Эмажиневе, то когда они начинают развертывать свои структуры, они удаляются и больше уже не сводим. Эти три режима можно описать так. Первый режим Дюран. Это так называемый мифы о расчленении. Соответствует разрыву, соответствует миру архетипов или идей Платона. Это представление о постоянном расчленении и разделении. На самом деле, операция разрыва, которая является чисто мужской, потому что мужчина это тот, кто рубит, мужчина это тот, кто асимметричен, мужчина это тот, кто вывешен в ничто. Если брать антропологию Арнольда Гелена, когда он определяет человека как Мангельвезен, как существо, которое основано на недостатке Мангельвезен, существо, определяющее своим недостатком. Это, конечно, о мужчине. Это асимметрия, это несбалансированность, это неравновесность. Де Лёс, например, описывает это начало как параноидальное начало. Начало, которое вообще не обращает внимания на то, что перед ним, проецируя самого себя на другого. Это такая глобальная параномия. Чем более чист Дюрн, тем более они обращают внимания на другого, замещая другого своим образом. Вот немецкие фигуры такого, там, «Железная воля» из повести Лескова «Железная воля» Вуге Пекторалис. Помните, там был замечательный персонаж, который, да, Вуге Пекторалис, он шел по Руси, как будто это асфальтированное пространство. Его ловили все, его обманывали все абсолютно. Он, в общем, проиграл свой жизненный путь. Но это был типичный персонаж Дюрн, попавший в совершенно другую, несоответствующую страну. Ну, он делал все четко, логично, последовательно и проигрывал везде. Закончил Вуге Пекторалис с тем, что поспорил с попом, кто больше съест пельмени. Блино. Блино, да. И умер от того, что он подавился блином. А когда он уже упал и забился в огонь, поп съел еще один блин. И сказал, ну все, там немцы, сейчас отпоем. На самом деле, вот Гога Пекторайс – это символ железной воли, воли к власти, воли к могуществу, это как ввесенный в другой культурный контекст. Это индивидуальный проект, работающий в режиме Дюрн, попавший абсолютно в несоответствующую ему страну. Вот этот Дюрн – разрыв, взлет, удар, разрез. Здесь иерархия – воинское начало, стремление к абсолютному утверждению, вертикальная симметрия и просто создание иерархии. Там, где есть Дюрн, всегда есть высшие и низшие. Как только появляется носитель Дюрна, он сразу говорит, я молодец, а ты там урод, ты будешь мне служить, все. Он не способен по-другому вообще организовывать отношения, там есть либо одни сверху, другие снизу. Он всегда выстраивает иерархическое отношение, даже там, где нет, даже книги, если бы попросить на полке расставить, он их вверх поставит, а мы большие в центре, а все остальное вокруг них. То есть абсолютно вертикальная иерархия, головокружение, падение, ощущение, если не взлет, то падение, считает режим Дюрна. То есть падение не является альтернативой. Альтернативой режима Дюрна является медленное карабкание или, наоборот, спокойный такой спуск. Дюрн предполагает либо взлет немедленный наверх, либо падение. И вот падение в шахту, это тоже сны Дюрна. Вот этот Дюрн ответственен за все разрывы, которые существуют. Воображение рвет себя и отрывает самого себя от самого себя в этом режиме. Этот режим, если уж строго говорить, против кого он направлен, он направлен против всего, а в конечном итоге Дюрн направлен против самого себя. Дюрн — это рыцарь, абсолютный одинокий воин, который едет бороться, Дон Кихот, например, бороться совсем подряд. И он уже не видит ничего. Просто Дон Кихот — прекрасный пример чистого Дюрна. Государство построено по принципу Дюрна, философия построена по принципу Дюрна, наука рациональная построена по принципу Дюрна, религии, большинство из них, особенно логические, мужские лиги, построены по принципу Дюрна. Патриархат — это социальная модель, основанная на принципе Дюрна. И о чем будет здесь речь? Что в режиме Дюрна воображение визуализирует разрыв, травму. Дюр борется со смертью и борется со временем. Потому что пустое время, как пишет Дюран, есть не для воображения, есть не что иное, как смерть. Потому что во времени нет содержания. Время просто несет нас к собственной гибели и все. Соответственно, Дюрн расшифровывает такое мортиферос, такое смертоносное движение времени, как абсолютный вызов, и выстраивает конструкты вечности, которые находятся на противоположном стороне. Символом Дюрна является борьба героя со змеем. Воины со змеем, с драконом, драконоборческая символика. Вообще героическое начало — это Дюрническое понятие. Герой — это тот, кто едет далеко. Герой никогда не сидит в своей деревне. Герой едет далеко, герой с чем-то борется, герой совершает то, что никто другой не совершал. Это режим Дюрна. Теперь вторая половина — режим Ноктюрна. Режим Ноктюрна отличается от режима Дюрна в своей идеологической противоположности. Если режим Дюрна обостряет противоречия и доводит их до полной экзальтации, то режим Ноктюрна, наоборот, эти противоречия принципиально сглаживает. Поэтому это режим эвфемизма. Эвфемизм — это такая фигура ритонической речи, когда мы называем что-то гораздо более смягченным именем, чем оно того заслуживает. Когда или рассматриваем ситуацию в смягченном варианте, или ищем какие-то дополнительные компенсаторные выгоды, которые мы получаем от той или иной ситуации. Ну, человек, например, уволили с работы, и он остался и нищим. Он говорит, ну хорошо, вот я сейчас отрасплюсь, например, а то так много работал. Это режим эвфемизма. Человеку выбили зуб, например, в драке. Значит, в режим эвфемизма. Ну хорошо, все равно хотел коронку ставить, вот отлично, для чего он начинает создавать. Это вот так работает структура эвфемизма. А эвфемизм, работа эвфемизма пронизывает всю человеческую культуру. Сглаживание противоречий, смягчение каких-то неприятных ситуаций, вплоть до противоположного толкования разных неприятных вещей. Например, режим эвфемизма часто воплощен в женщинах, когда они называют мужчин ласковыми винами. Там зайчик, какой-то огромный свинец, как и стоит, как котеночка. Браток-бандит с эвфемизмом. Это форма эвфемизации, потому что на самом деле вот эта здоровая, страшная, агрессивная, неприятная душа, она на самом деле не вмещается никак в сознание более такой тихой, спокойной женщины, там, оскорбляет просто ее достоинство, и, соответственно, она его как бы минимизирует. Хотя бы на словах. А слова это и есть форма просто магического заклинания. Когда мы говорим, мы создаем мир. На самом деле наши слова и есть в нашем воображении. И, соответственно, это в целом режим Ноктюрна действует так. Это режим эвфемизма. В режиме Ноктюрна можно выделить две части по Дюрану. Мистический Ноктюрн он называет и драматический Ноктюрн. Ну, это термины такие, не очень, может быть, выразительные. Сразу непонятно, если непонятно, что они так называются. Я поэтому поискиваю. Мистическим Ноктюрном Дюран называет крайнюю форму эвфемизма, крайнюю форму ночного восприятия. То есть он называет это также режимом антифразы. Антифраза это такая форма риторического тропа, когда называется не просто смягченным версией, а наоборот прямо противоположным. Но вот есть такое понятие, как золотарь. Многие знают, а многие нет. Это те люди, которые чистят туалеты. Это называется золотарей. Название такое. Золотарей. То есть он золотом занимается. Вот это режим антифразы. На самом деле называть там смерчью жизни, или там, можно сказать, там просто ограбление радостью, там облегчением, так и так далее. И просто менять все наоборот. Во снах, например, тот вот там деньгам сны, сами знаете, из чего состоят. И, соответственно, и наоборот, когда деньги, это чистые неприятности. Вот антифраза – это режим, который полностью меняет плохое на хорошее, а хорошего боится, и резко его фундаментально занижает. Ну, например, если спрашиваешь человека Диорна, как дела? Он отвечает, хорошо, например, отлично, или плохо, там все провалилось, а вот там ограбили. А как говорит человек Нактурн? Ничего. Ну, в общем, так. Он боится сказать и то, и другое. Ну, как вот так. В общем, знаешь, так и по ситуации. На самом деле, вот самая крайняя форма мистический Нактурн предполагает совершенно радикальную противоположность тому, что происходит, и стремление связать всякие разрывы. Если мы рассматриваем иммажинер как то, что противостоит смерти, как к пустому времени, то мистический Нактурн полностью переходит на сторону смерти. Он говорит, смерть это и жизнь, это хорошо, отлично, замечательно. Время, нет ничего лучше, как тянущееся спокойное время. Люди мистического Нактурна встают в очередь и спокойно ждут. Особенно в советское время они стояли, по-моему, так все же, кто-то за отминским гарнитуром, кто-то по-моему, там, плащом, и совершенно спокойно как бы ждали. А, кстати, мессианское ожидание конца, такого притома Мессии, тоже так, смотри, там, сидим, ждем, это тоже одна из форм такого мягкого, особенно, когда забываем, чего ждем, вот в ожидании конца классическая форма, когда ждали, ждали, забыли, что ждали, но все равно вроде ничего, там, смысл. Таким образом, мистический Нактурна наделяет смысл, время смыслом просто так, за то, что оно время, за то, что оно тянется. И это время, в общем, так, это время, с чем оно связано, мистический Нактурна? Конечно, с пребыванием внутриутрового. Вот так оно время и проходит, когда там внутри еще не родился человек, никто его не тревожит, ни день, ни ночь, не кормит, не будет, чтобы его кормить, ничего, все прекрасно, очень уютно, и время-то идет, на самом деле, вот он плечется, хоть 9 месяцев, а как будто вся жизнь прошла. И вот стремление вернуться в Адутерус, назад, откуда он появился, это стремление к мистическому Нактурну, такой очень сытный, спокойный, к режиму мистического Нактурна относится еда. Когда люди едят, они воспроизводят мистический Нактурн, когда люди дремлят, спят, особенно на сытый желудок, вот поел, и уснул, вот это как раз тот хороший, спокойный, тихий сон, который актуализирует режимы мистического Нактюрна. Он связан с режимом материнства, он связан с режимом уменьшения, такого вот представления всего, в уменьшенном виде. Уменьшительные ласкательные суффиксы это результат работы мистического как раз материнского Нактюрна. Это чисто противоположная позиция по отношению Дюрн. Если Дюрн все разрывает, совсем спорит, все доводит до крайней модели, то в мистический Нактурн, наоборот, все вдруг совсем связывает, даже то, что совсем не вяжется. Он притолковывает все, что угодно в обратном ключе, и лишь бы все было в порядке, на самом деле, лишь бы все было хорошо. В нашей политике, мистическим Нактюрном, является практически все, особенно Тендем. Он, кажется, разрушается, и он все равно приходит с рукой и заново говорит. Крепок, как никогда. Они орут друг на друга, поливают, Кадать один защищает, другой Обаму. Все равно Тендем крепок, как никогда, все в порядке, политика идет. Соответственно, вот такое как бы мистический Нактюрн представляет собой форму крайнего эвфемизма и прямо противоположную режиму Диурра. На другом промежутке между Диурром и мистическим Нактюрном располагается режим драматического Нактюрна. То, что Раджа Бастит называет режимом аналогии. То есть здесь речь идет тоже об эвфемизации разрывов, но не такой радикальный, как в случае мистического Нактюрна. Символом вот этого драматического Нактюрна является Андрогин. То есть там и мужчина, и женщина. Или разного рода любовные отношения между полами, когда мужчина выражает собой Диур, такой нормативный, номинальный мужчина, не русский, как хочется сказать, а женщина-Нактюр. А женщина действительно везде приблизительно, ну, не немецкая. Соответственно, вот такие не русские мужчины, не немецкие женщины, в принципе, более-менее воспроизводят, вот их там, скажем, танец, например, или ведение хозяйства, воспроизводят совместное представление в таком драматическом Нактюрне, где существует в определенном смысле динамическое изменение положения. То есть есть и то, и то. Есть стремление к эвфемизации и к разрыву. Есть драма. И символом драматического Нактюрна является циклическое повторение. То есть здесь нет прямого такого борьбы со временем, как в Диурне. Здесь нету, наоборот, любви к времени, как в мистическом Нактюрне. А здесь есть то мужское, то женское. Такое вот вечное колесо. То весна, то осень. Такое вот вращение, вращение колеса. Символы колеса, символы цикла, символы повторения являются символом драматического Нактюрна. Вот это режим выделяет отдельно Дюран. Он говорит, очень хорошо представлен драматический Нактюр танцорами танго. Вот танцоры танго, где жесткие, одновременно непонятно, то ли это битва, то ли это унижение, то ли это страсть, то ли это любовь. Кто на кого закидывает ногу, кто на кого нападает, от кого отскакивает, перекидывает. Вот это именно как раз напряжение двух фигур, которые сцеплены между собой, постоянно меняющиеся позиции, и отношение представляет собой движение вот этого цикла. Еще одна из форм мистического Нактюрна это постоянное повторение. То есть после повторения одного и того же, по сути дела, не просто вот одного, потому что в мистическом Нактюрне просто все длится и все. Вот идет очередь, и идет. Она вот так потом не доходит. Как многие люди, например, в советское время в первый день работы получали сразу пенсионную книжку и начинали писать и зарубки делать, когда на пенсию. Они вот с первого дня там пришел на завод, уже думает о том, как он тихо поливает цветы. А в это время пьет ровно там 50 лет, просто в темную и не видит ничего. Потом действительно хорошо. Там спит за станком. Это мистический Нактюр. Драматический Нактюр имеет внутреннюю динамику. То есть здесь действительно есть рассвет и есть закат. И каждый рассвет чреват закатом, но каждый закат чреват рассветом. Человек умирает, чтобы родиться снова. Смерть есть. Смерть это драма. Но есть и воскресение. Умер и воскрес. Опять умер, опять воскрес. Конечно, умирать горько, а воскресать приятно. Но что делать там? И то, и то переживается довольно полно. И тем не менее, почему, интересно, Дюран не выносит это в отдельный режим, а относится это к Нактюр. Потому что все-таки здесь речь идет об эвфемизме антитезы, смерти, конца, но эвфемизме достаточно, скажем, относительном, релативном, включенном в более общую систему. Дюран не допускает никакого компромисса. мистический Нактюр есть предельный конформизм в воплощении тотального такого антифразического переставления одного к другому, а драматический Нактюр объединяет эти два начала в такой сбалансированной более-менее позиции. Вот как устроен иммунер О'Дюран. Все мы перечислили, абсолютно все, потому что, если, да, какие символы? Например, символ меча вертикали, символ мистического, символ Дюрана. Колеса, путешествия по кругу, хоровода, некого постоянного вращения, окружения Дюрана, это символ ритмического повторения одного и того же постукивания, ритм, музыка, танцы. Это как раз образы драматического Нактюр и места. И свастика. Свастика, да, это скорее движение по кругу, это как раз драматический Нактюр. А мистический Нактюр это набор горизонтали, это отсутствие уже такой, как бы, такая ночь, черная утро, ничего не происходит, звезды гаснут, так вот, все становится, только урчит живот так вот, так вот, так вот, сыто. Соответственно, нет никаких напряжений, нет никаких складок, нет никаких волнений, возмущений, и такая вот полная гармонизация всего со всем. Так вот, и Можемер устроен именно так. Он имеет три режима. Три, соответственно, этим трём режимом группируются образы, символы, состояние, сюжеты, фигуры, знаки, ситуации. Соответственно, мы можем разложить на эти три режима или на три логики Бастида практически любой культурный, философский, религиозный, мифологический комплекс. Просто любой. Конечно, там, где есть логос, там, где есть рациональность, это сразу безотшипственно, все это Диур, там, где есть, наоборот, ультра-чувственность, ультра- такое вот материальное наслаждение, рассыпание в таких вот физическом мире, это чистый и мистический ноктюр, а промежуточные модели, где есть и дух, и материя, где есть и то, и то, относятся к драматическому ноктюру. Соответственно, мы можем сказать, что у каждого из этих режимов есть своя модель времени. У Диурна это вечность, которая противостоит времени вообще, у мистического ноктюрна это время чистое, такой тянущаяся длительность, и у драматического ноктюрна это циклическое время повторения одного и того же. Соответственно, все мы, будучи ничем иным как таким набором и атрибуком разным, будучи проявлением воображения, соответственно, управляемся этими тремя режимами. Эти три режима существуют в корнях нас самих, как малого иммажинера, чем мы являемся индивидуальными, так и большого иммажинера, антропологического треяпия, так и культурная матрица, цивилизация, общество, к которому пролежим. Они чаще всего находятся в полной гармонии, хотя есть, конечно, и зазоры. То, что Гумилев называет, например, пассионарностью, это безусловно диур, свойство диур, на которое выпадает из такой вот модели. Потом может общество быть диурническим, оно длится недолго, и обычно общество тяготит, конечно, в более уравновешенной модели. Хотя, тем не менее, есть разная культура, где доминируют разные элементы. Но это последнее, что можно сказать. Это уже применительно, это вторая моя книга «Социология русского общества», где я, в общем, излагаю, как устроено воображение наше общество, как воображается русское общество нами. Здесь уже, наверное, я несколько раз говорил, и всем тоже понятно, кто следит за темой, что русское общество новтюрдично, и о славянском своем компоненте, который видит как раз в качестве нового малороса. Оно представляет собой в общем нечто отдаленно напоминающее драматические актеры, в то время, когда великороссы, то есть русские, собственно говоря, это чистые мистические актеры, без каких-то альтернатив. То ли это финно-угорский пласт, то ли мы вообще просто такие изначально. Но, во всяком случае, если у хохлов есть еще какой-то элемент жизненный такой, как бы сказать, они еще пляшут, веселятся, посвистывают, то ближе к великороссам все заходят уже в спокойное положение, такое чистое. Вени Мяйнен, как бы как Вени Мяйнен в Коливале, как он на рыбалку уедет, там, в виде сюжета, решил, Вени Мяйнен отправиться за щупкой. Долго думал, потом не поехал. Совершенно русская история. Там собрался куда-то, и вот еще. И, соответственно, вот все так. Все, чем хуже, тем лучше, на самом деле, чем глупее, тем умнее. И, соответственно, вдруг даже русский, взял эти поговорки, как вы говорите, ну, умник нашелся, публика. Это был идиот просто. И так далее. Мы обычно эфемизируем все. Эфемизируем все, и это, ну, и сказки у нас, там, все с таким добрым, и незаслуженным концом. Светел человек на печи, потом поехал, все само, само падало, само реализовывалось. И, соответственно, в русском обществе, конечно, доминирует структура мистического натюрна с некоторыми вкраплениями. Вкраплениями драматического, легкого, и, по сути, с дюрном, который воплощен, как правило, иноэтническими группами. Безусловно, дюрном были варяги Рюрика, безусловно, дюрном были евреи 17-го года, устроившие там всех на уши, поставившие в Советском Союзе. Безусловно, являются нынешние олигархи. Это чисто дюрнические, типы, которые совершенно спокойно готовы уничтожить все население для того, чтобы продавать нефть или кого-то, править нами. То есть, мы, народ, большой народ, Нактур, наша элита представляет собой представителей инороческого дюра из разных областей. Ну, это как бы социальное устройство русского общества. Чем более мы русские, тем мы более мистически, инороческие. Конечно, вплоть до эпилепсии, которая является такой, по дюрану, уже такой клинической формой выражения гришроидного сознания. Гришроидное сознание это такой психиатрический термин, когда мысли склеиваются. Перед тем, как начинаются эпилептические припадки, человек чувствует, что его сознание склеивается. вот это склеивание сознания гришроидного синдрома это характерно для как раз вообще русского мышления в принципе. Не способно выносить оппозиции, не способно выносить противоположности. Первое, что на деле, это склеивает эти противоположности. То есть, по сути дела, это такая эпилептическая культура. Не случайно наш величайший писатель, который был клиническим эпилептиком, великий писатель, которого мы настоящие русские понимают, любят, ценят, но это глубочайшая форма такого, как бы сказать, гришроидного синдрома. Соответственно, ну это вот для таких вот деталей. И, конечно, наша культура является безусловной, однозначно культурой такой глубокой ночи без звезд или снов без сновидений. Соответственно, этим трем режимом соответствует три симметрии, что тоже важно и полезно. Знать это симметрия вертикальная и верх-низ, это симметрия Диурна. Симметрия право-лево, это симметрия драматического ночи урна. И симметрия центра-периферия, которая по Диурану соответствует мистическому ночи урна. То есть, в центре все хорошо, но периферии жутковато. Поэтому, такой центр стремительный, города у нас выстроены, именно русские города выстроены круговым образом. В центре Кривы, потом дальше идут Кольца, потом дальше провинция, и потом дальше уже какое-то неизвестно что. Где-то километр, 101 километр начинается, дальше ничего нет. и совершенно западный город построен по-другому. В принципе, Санкт-Петербург, там все диурнически, прямо, но получилось тоже не то, Болото, на котором это все было основано, дали о себе знать, постепенно все разъели. Грязь, вводь, сознание такое же расплывчатое, какое-то кислотное в жителе Питера. То есть, хотели как диур построить, но построить что-то типичное опять русское, все более длинское. Это, соответственно, три симметрии, три режима, книги написаны, курс лекций в интернете, если интересует, интересуетесь, это для глубокого анализа. Теперь практически завершаем, наверное, последние рекомендации. Вот первое, о чем мы говорили. Мы говорили о сохранности театра, к которому вы вас, собственно говоря, пригласили, для участия в котором вас и пригласили в лагерь Пенисмин. Почему эсказологическая проблематика? Потому что это самая главная проблематика. Все остальные спектакли, о чем бы человек ни говорил, все равно так или иначе говорят о собственной смерти, о конце мира, если говорить о большом коллективе. Соответственно, мы решили промежуточное упустить звенья и поговорить сразу и поставить спектакль прямо о самом главном. Теперь для как раз утверждения воображаемости мира. И сразу понятно, что это в общем-то участие в сакральном обряде. потому что нет ничего сакрального театра. Мы возвращаем эскатологически к тому, чем он был изначально, и это, я надеюсь, проявится в наших постановках. Теперь по поводу режима Фоможенера. Я думаю, что такой вводной лекции достаточно для того, чтобы составить себе представление об этом. Если недостаточно, можете у друзей спросить, обязательно, я думаю, на палату или на группу комнат. Есть один из специалистов, который у нас этими курсами занимался, проходил, лекчитал, вел семинары. в ГУГОТ-3 этот скупец прочитал. Соответственно, это есть толкователь, эксигеты Дюрана. Я думаю, они не откажут для пояснения. Просто, я думаю, в Павлу можно обратиться и назначить эксигетов толкователей Павел Кальчиков, как вы знаете, директор театра нашего эскатологического и руководителя Евразийского союза молодежи. Он вам расскажет, кто будет вас готовить к этому знанию дополнительно. И что я хочу сказать. После того, как сейчас я изложил эту картину, у меня есть предложение отнестись к вашим постановкам, спектакля именно таким образом, какой вытекает из корректного осмысления всего сказанного. Первое. Отнестись со всей серьезностью к исполнению ролей. Любая роль должна быть ролью освобождающей воображение. Мы взяли темы из трех эскатологических традиций. Пьесы, слова имеют под собой сакральные комплексы, которым надо помочь высвободиться. Здесь сакральность обеспечена всем, и театром как таковым, и проблематикой, и обращением к базе составляющей Иисуса. Соответственно, отнеситесь серьезно к этой функции. Помните, что вы на короткий период становитесь участниками именно сакрального диапра, то есть теоретической жестокой мистерии. И второе, есть предложение в качестве того, чтобы продолжить и углубить эту подготовку, и как можно более активно и эффективно участвовать в этих постановках, проделайте анализ, вот этот дюрановский анализ, как тех пьес и сюжетов, в которых вы участвуете, так анализ иммажинера вашей собственной роли, то есть вы играете кого из этих режимов, то есть какой режим вас ломинирует, а на финале, когда будет финальный такой просмотр в понедельник, будет интересно, если вы и полезно, если вы набросаете ваше представление о том, какие режимы развиваются в других частях этих спектаклей, то есть соотнести это с топикой, со структурой Жильбердюра. Соответственно, зрителей в нашем театре как таковых нет, зрители это тоже актеры, поэтому те, кто актеры одну и пьес, каждый должен где-то участвовать, если кто-то еще пока нигде не участвует, обязательно запишитесь и спешите с этим, потому что это очень важно, нельзя быть просто зрителем, почему, объясняем, потому что если рассматривать эскатологический сценарий, то у зрителя есть одна функция, это функция свидетелей, вы помните, что происходит со свидетелями апокалипсиса, их убивают, поэтому для того, чтобы сохраниться, поскольку сейчас здесь все серьезно, вы должны в чем-то участвовать, а участников театра актеров не обязательно убивают, а зрителей обязательно, поэтому если вы актеров выяснили, но это другой вопрос, это драматический надзор, потому что они выяснили, а с точки зрения диора нет, вот, в этом отношении отнеситесь к этому, пожалуйста, внимательно, серьезно, и, по-моему, вам говорил Павел, если нет, он забыл, что у нас вообще в лагере под рубль, а выход два, то есть будьте внимательны и постарайтесь настроиться на те темы, которые вы, в общем, которые вы приглашены, и темы очень важны, темы были важны, а не сейчас важны, и в каком-то смысле речь идет о префигурации тех эскатологических событий или их эвакации, о которых мы говорим, потому что по принципу эйветических связей, если человек правильно произносит, например, слово рыба, правильно, то эта рыба оказывается именно там, куда он ее произнес или поместил. Другое дело, что мы неверно произносим слова, мы утратили то пространство, в котором проходит настоящий разговор, и, кстати, у современных бандитов и братков они есть стремление восстановить сакральную лингвистику в каком-то смысле, когда говорят, ты за базар отвечаешь, это значит, если сказал, то практически сделал, а если сказал и не сделал, то тебя сделали. Вот правильное высказывание, оно должно быть сопоставимо просто таким же, как такой же соответствующий ему деянием. Сказал, это все равно, что сделал. Ницше говорил об этом очень остроумно в одном из своих аппаратов, он говорил, есть люди, которые говорят, что мы предпочитаем дела конкретные даже самым золотым словам, а я очень у вас по-другому, говорил Заратус «Я люблю тех, кто бросает впереди себя золотые слова и сопровождает их еще более золотыми делами». Вот это правильное отношение к речи. Соответственно, в наших театральных постановках мы должны очень серьезным образом, самым таким внимательным образом отнестись к нашим репликам, к нашим словам, потому что то, что мы изображаем, это либо префигурация того, что будет, либо повторение того, что было, либо наоборот, то, что будет и то, что было, является повторением того, что осуществляется в ходе вот этих эскатологических постановок, поскольку отношение между означаемым и означающим в мире воображения чрезвычайно сложная и деликатная ситуация. Сейчас, наверное, все. и достаточной и достаточной с достаточной